Утро на телеканале Россия продолжают Вести Чувашия. В студии Дарья Ананьева. Здравствуйте. На календаре понедельник, 20 ноября. Семейный МФЦ – это новая служба, которая заработает в Чувашии в помощь семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Новые службы начнут работать в столице республики, а также в городе Канаше. Сейчас полным ходом идет подготовка к открытию центров. Уже завершен капитальный ремонт. Наша республика – третий регион в России, где начали использовать новый формат взаимодействия с теми, кто нуждается в психологической, юридической, педагогической поддержке. При центрах будут экспертные студии, клубы по интересам, групповые обучающие, спортивные секции. Стоит отметить, что в семейный МФЦ может обратиться любая семья с детьми по вопросам воспитания, обучения и развития детей. Также здесь помогут с поиском работы и организацией семейного досуга. Добавлю, в семейный МФЦ распахнут свои двери в конце декабря этого года. От тонких тетрадей до увесистых журналов и книг. Подведены итоги четвертого сезона крупнейшей всероссийской акции Boom Battle. Чувашия вошла в топ-10 регионов. В республике собрали 34 тонны макулатуры. Масштабная акция проходила с 10 октября по 15 ноября. Участие в ней приняли 2,5 миллиона неравнодушных человек из 89 регионов страны. Общими усилиями удалось установить новый рекорд. Собрали около 100 тысяч тонн макулатуры. Жители сел и городов приносили на специально организованные площадки старые журналы, газеты, картон и прочую бумажную продукцию. К точкам сбора приходили люди разных возрастов. От воспитанников детских садов до пенсионеров. Напомню, масштабная акция по сбору бумажного сырья Boom Battle проходит в поддержку национального проекта «Экология». В Новочебоксарске определили лучших конструкторов среди детей. Там прошел республиканский фестиваль по авиамодельному спорту. Школьники управляли самолетами, которые смастерили сами. Соревнования с летательными аппаратами прошли на базе Новочебоксарского кордодрома. Похвастаться своими достижениями решили не только авиамеделисты из города Спутника, но и из Чебоксар, шумерли и даже с соседней Ульяновской области. Пилотажные, гончие, скоростные модели – все эти изделия юные конструкторы сделали своими руками. Чтобы они взметнулись ввысь, пришлось долго потрудиться. Фестиваль поддержала Чебоксарская ГЭС. Компания подготовила ценные подарки для участников. Первое место, кстати, присудили Новочебоксарскому авиамодельному клубу «Чайка». Победителю гидроэнергетики вручили сертификат на 300 тысяч рублей на организацию занятий по техническому творчеству и соревнований по авиамодельному спорту. В республике завершился конкурс детского рисунка «Чувашия благодарит», посвященный международной выставке «Форуму Россия». Участие приняли дети с 4 до 17 лет включительно. В рамках конкурсной темы «Чувашия глазами детей» ребятам предстояло показать красоту родного края, которая может быть изображена в пейзажах, архитектуре, людях, а также в праздниках и культурных особенностях «Чувашия». В течение октября в социальной сети ВКонтакте было опубликовано более 160 работ из разных уголков нашей республики. У участников разный уровень владения кистью, но работы все достойные, комментирует Минцифры «Чувашии». Первыми в своей возрастной группе стали Дарья Шатунова, Ульяна Трофимова, Кира и Виктория Индейкины. Всех участников конкурса ждут сертификаты об участии. Таковы вести к этому часу. Отличного дня! Оставайтесь на телеканале Россия!